На территории города Видное находятся 13 установочных павильонов, которые совмещены с нестационарными торговыми объектами. С одной стороны, это очень удобно. Вышел из общественного транспорта, не заходя в магазин, купил тот или иной товар и пошел дальше. Но хозяева палаток не всегда соблюдают чистоту и следуют правилам торговли. Сотрудники Госадомтехнадзора и представители отдела потребительского рынка администрации Ленинского района регулярно проводят рейды по таким точкам и постоянно выявляют нарушения. Они нарушают правила торговли, нет у них вывески. Книга предложений оформлена. Нет в медицинских книгах выборочно посмотрели у продавцов. И плюс еще есть мусор. Мы были сейчас на Советской 19, в магазин НТО «Цветы». Там вы сами видели, какое находится сзади безобразие. Это на 1 сентября мы поставили вот сюда горшки, чтобы с улицы брали тоже. Не успели еще просто вывезти? Да. Какими бы ни были отговорки продавцов, это нарушение. Что же касается жалобной книги, кажется, ее состояние или вовсе отсутствие совсем не волнует хозяев магазинов. А если речь идет о точке общественного питания, ненароком начинаешь задумываться о качестве продукта. Жалобной книги нет, медицинская книжка у продавца тоже отсутствует. Покупать еду в подобных местах становится опасным для здоровья. Книгу жалоб и предложений покажите, пожалуйста. Нет, это сейчас есть. Жалобы книги у нас есть, имеется. Покажите. Покажу сейчас. Мы повторно обратились к продавцу точки быстрого питания, но попытка не принесла результата. То есть жалобной книги у вас нет? Я не знаю, есть ли будет. Такая ситуация, к сожалению, происходит повсюду. Многих документов у НТО не оказывается. И даже если они находятся в приличном чистом состоянии, то с документами у них зачастую есть проблемы. Помимо несоблюдения правил торговли, инспекторы госадомных надзоров выявили ряд нарушений по внешнему виду нестационарных торговых объектов и остановочных павильонов. Ведь за их состоянием по закону должны следить хозяева палаток. На объектах торговли были выданы уведомления для приглашения собственников данных объектов к нам в территориальный отдел для принятия меры административного воздействия и для устранения нарушений. Если они в этом случае к нам не явятся, то все равно будут приняты меры административного воздействия. А за ненадлежащее содержание торговых объектов предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для юридических лиц и до 5 тысяч для индивидуальных предпринимателей.